А мы, чтобы не терять время, начинаем. Итак, всем еще раз. Ну, в моем случае доброе утро, в вашем случае, я так думаю, лично уже добрый вечер, да. То есть у нас хорошая временная разница, поэтому здравствуйте. Всем здравствуйте. Давайте так. В первую очередь хотелось бы представиться, и я бы хотела представить моего коллегу Артема Валова, который у нас является менеджером по развитию в Владивостокском филиале. Ну, а я, в свою очередь, хочу представить Любову Марину. Она является тоже менеджером по развитию, только уже в Воронежском филиале. Если есть здесь кто-то знает, всем привет. Ну, и так, мы начинаем наш вебинар, который у нас ознаменован тем, что мы с Артемом так давно вернулись из рекламника, из круизного рекламника, и хотели бы рассказать вам про тонкости, в принципе, этого направления, потому что мы знаем, что у нас азиатское направление не так активно, ну, скажем так, не так активно промотируется. И чтобы наши туристы, и вы, и наши туристы понимали вообще, что это такое, как это вообще все происходит, собственно говоря, мы и были туда отправлены, и теперь вам все подробно расскажем. Начнем, конечно же, с... Ну, по презентации мы пойдем и расскажем вообще, на чем мы ходили. Это лайнер Массибелиссима. Лайнер, который является... Братом-близнецом. Да. Братом-близнецом. Таким лайнером, как Мира. Во-первых, это класс Мировилия. Во-вторых, это брат-близнец Виртуоза, которая у нас всю зиму отработала на Персидском заливе. Это брат-близнец, ну, или сестра-близнец, уж как пойдет. Ну, если это лайнер, то брат-близнец. Нашего новейшего лайнера – это Эурибия, который в прошлом году буквально был спущен на воду и ходит сейчас по Европе, но в зимний период зайдет также в Персидский залив. И, собственно говоря, это один из, скажем так, молодых лайнеров в нашем флоте. В принципе, вы, наверное, знаете, уже не раз мы вам рассказывали о том, что у круизной компании MSC в принципе один из самых молодых флотов. И вот как раз Белиссимо – это год постройки 2019, то есть один из свежайших. Вот. Чуть-чуть, Артем, расскажешь по техническим характеристикам. Да. Вместимость у него достаточно большая, то есть этот лайнер большой. 5700 человек, кают из них 2244. Соответственно, это вместимость вместе с персоналом. Вот. Если мы говорим про инфраструктуру, то, конечно же, на лайнере, как и на всем, на любом классе Мировилия присутствуют знаменитые лестницы Сваровских, Сваровские, которые очень любят женская половина наших турагентов. Вот. Да, всем хотелось бы немного забрать, кусочек лестницы забрать себе, но, к сожалению, нельзя этого делать. Вот. Соответственно, там же располагается магазин Сваровский, там же располагается на пятой палубе ресепшн, куда в случае необходимости можно обращаться, там же и бары. Такая аутентичная, приятная атмосфера, которая царит вот как раз-таки здесь, играет фортепиано. В этой же зоне, я думаю, что многие знают, чем вообще, в принципе, ставится класс Мировилия. Это лайт-экраном, который располагает, который видно на трех палубах, и получается променад, по которому можно гулять, и, соответственно, можно заметить, можно видеть разные магазины, магазин шоколада, магазин мороженого, дьюти-фри, когда лайнер выходит из порта, то, конечно же, это вот место, которое сердце, грубо говоря, лайнера, где собирается много пассажиров. Чуть-чуть дополню, если не против. Во-первых, по вместимости. Артем совершенно верно сказал, что достаточно большая вместимость, здесь порядка 5-700. Мы, когда, то есть, важно, чтобы вы понимали, что это достаточно большое количество человек, и когда мы с вами говорим про какое-то уединение, то есть, чтобы это был спокойный отдых, мы должны понимать, что здесь будет достаточно активно, при том, что людей много. Я не назову это муравейником, у меня не было ощущения, что это муравейник, то есть, абсолютно нет. Но при этом это действительно достаточно большое количество человек. И если у вас, если мы говорим про туристов, которым нужно все-таки уединение, то в этом случае есть смысл поговорить с ними либо о яхт-клубе, либо о более-менее маленьких лайнерах. Вот. Ну, собственно говоря, во всем остальном я абсолютно согласна с Артемом, то есть, да, променады, двухэтажные променады, это сердце лайнера, где расположены все магазины, где расположены рестораны, альтернативные, где вечером проходят разные мероприятия, собираются люди, устраиваются различные танцы, вечеринки. То есть, это прямо вот такое место, лобное, скажем, место лайнера. Вот. Ну и лестницы Сваровские, они остаются в сердце всегда. Да. К сожалению, мы не можем их с собой привезти. И хотя бы хоть одно отковырять, но здесь просто вот оставить в памяти и на фотографиях. Да. И всеми любимый шампань-бар. Вообще, в принципе, очень много здесь расположено баров, именно вот в этой части лайнера. Поэтому, правда, сердце лайнера. И, кстати, я тоже, Марин, не заметил, здесь какой-то толкучки, стопотворения. Все очень культурно, уютно, спокойно все пропускают друг друга, нет какого-то скопления. В принципе, на всем лайнере не было этого замечено. Несмотря на то, какой он большой, и, в принципе, вместимость, точнее, загрузка у нас на рекламнике в этом круизе была полная. Вот. Если мы говорим про другие непосредственно зоны, то это, понятное дело, это основной ресторан, это шведский стол. Тут также про еду мы чуть попозже расскажем, но было все достаточно уютно, приятно. Про основной ресторан, если говорить, то это ужины, тематические ужины, посвященные той или иной стране. И это всегда уровень сервиса, хороший уровень сервиса. Это персонал, который пытался даже разговаривать с нами на русском языке, потому что они знали, что именно на этом лайнере, именно на этом круизе, на маршруте есть большое количество русскоговорящих. И всячески пытались завлечь таким образом и выстроить коммуникацию, поэтому это прям суперски. В данном круизе очень мне сильно понравилось, потому что вот с персоналом можно вообще в принципе всегда пообщаться было. И иногда по-русски что-то проскальзило. А если говорить про шведский стол, то здесь, конечно, выбор шикарный. Можно в любое время суток почти. Он работает 20 часов в сутки, где-то вообще 24 на определенных лайнерах. И, соответственно, можно всегда прийти, поужинать, пообедать. Вдруг там ночи встали, решили поесть. Всегда можно прийти, и желудок будет доволен. И причем, несмотря... Независимо от акватории, здесь, понятное дело, всеми любимая пицца. Если говорим про фастфуд, то как бы и бургеры. И вообще, в принципе, разная кухня не сосредоточена только на азиатской кухне. Да? Да. Здесь тоже абсолютно согласна. Я просто хотела для наших коллег немного напомнить вообще по системе питания на лайнерах. В принципе, азиатская, она, в общем-то, не то, чтобы она сильно отличалась. То есть у нас с вами наши туристы приходят на лайнер, по системе... Ну, заселяются на лайнер, покупают круиз. По системе полный пансион. Мы это помним, мы это знаем, мы это бронируем. То есть мы сейчас даже не говорим про напитки, то есть напитки – это будет отдельная тема, то есть мы сейчас говорим именно про еду. Но полный пансион, он не будет полным пансионом в понимании, как вот то, что мы получаем, допустим, в отелях, когда это завтраки, обеды и ужины, и только за завтраками у наших туристов там безалкогольные напитки, чай, кофе и вода. То есть мы это тоже должны помнить. У нас туристы имеют возможность питаться на лайнере 20 часов в сутки. То есть, во-первых, это по концепции полный пансион, это шведский стол. Он огромный, он разделен на несколько частей, чтобы не было именно, чтобы избежать толкучки, избежать толпы вот именно в районе стендов с едой. Поэтому всегда можно пройти чуть дальше, и там будут полные, то есть полные блюда еды. Ты сможешь абсолютно спокойно, без очереди набрать себе, положить и сесть за столик. Вот. То есть шведский стол работает, по факту, 20 часов в сутки. Ты можешь прийти в 6 утра и попить кофе, и что-нибудь перекусить. Ты можешь прийти в 2 часа ночи, ну, до 2 часов ночи. И это будет пицца, это будут какие-то мясные блюда, это будут обязательно что-то сладкое. То есть ночные перекусы никто не отменял. Вот. Помимо этого, в концепцию полный пансион у вас будут включены рестораны а-ля карт. То есть это несколько ресторанов. Один из них будет закреплен за вами на ужин. То есть именно туда у вас будет закреплен столик, и именно туда вы будете приходить по желанию, не в обязаловку, только по желанию. Вы можете приходить туда и ужинать. Если у вас нет такого желания прийти в ресторан а-ля карт и поужинать, вы можете пройти, если это нужно бесплатно, вы можете прийти на шведский стол, либо вы можете заранее заказать себе один из альтернативных ресторанов за дополнительную плату. У вас всегда в этом есть выбор. То есть вас никто не обязывает ходить именно на шведский стол или именно в ресторан а-ля карт. Если мы говорим про ресторан а-ля карт, здесь нужно понимать, что понятно, что лайнер достаточно большой, и полной посадки здесь делать на всех сразу невозможно. Соответственно, у вас будет, вы бронируете, вы когда бронируете тур, вы либо выбираете смену в зависимости от того, какую возможность вы выбираете. Мы помним, что у нас есть Белла Фантасика, Аурея и Яхт Клуб. То есть либо вы выбираете возможность и выбираете, соответственно, смену питания, в которую вы будете приходить в этот ресторан. Нужно понимать, что это, естественно, это как пожелание, учитывается максимально, насколько это возможно, но иногда возможны изменения. Либо, если это самая минимальная категория и Белла, вы не выбираете смену питания, но на лайнере при заселении вам указывают, в какую смену, в какое время вы можете прийти и поужинать в ресторане а-ля карт. На обед этого нет. То есть как бы на обед вы можете прийти там в обеденное время и спокойно заказать себе по меню и пообедать. Вот. Нужно понимать, что здесь нужно будет немного подождать, потому что это обслуживание, это обслуживание по меню, и это в любом случае обслуживание достаточно большого количества человек. Соответственно, какое-то время нужно будет подождать своих блюд. Если торопитесь, если там опаздываете на шоу, здесь момент такой, здесь нужно понимать и время рассчитывать, потому что вот по щелчку, ну, к сожалению, нет такой возможности приносить все блюда. Поэтому какое-то время у нас нужно будет посидеть подождать. Ну, вот по питанию, наверное... Ну, второе, что мы еще покажем, просто меню. Да, мы еще покажем, просто сразу, чтобы мы понимали, что возможностей огромное количество, питания огромное количество, и, собственно говоря, у туристов есть из чего выбрать. Да, совершенно верно. И точно так же говорим про развлечения и театр, который располагается в корме самого лайнера непосредственно, лондонский театр. Там проходит бесплатное шоу. Единственное, что необходимо сделать, это, конечно же, скачать MST4Me, приложение, которое будет удобно вам в использовании, в принципе, где необходимо также записаться на эти мероприятия и прийти непосредственно в то время, в которое вы записались. Очень интересно, очень красиво, разные постановки. Там постоянно репетируют и пытаются что-то новое принести. И точно так же проходит здесь и встреча с самим персоналом лайнера, непосредственно с самим капитаном. И это очень знаменательный точно так же вечер, поэтому обращайте на это внимание. Есть и возможность бесплатно посетить театр. Если мы говорим про изучение и про театр, то, конечно же, здесь есть еще Карусель Лаунж, это театр по типу Цирка Дишсалей, только уже непосредственно от MSG. Тоже очень интересное шоу, можно выбрать определенные программы и записаться точно так же через MSG4Me. Для кого интересно, конечно же, на какой круиз без казино, это казино, это также аквапарки. Несмотря на то, что мы ходили в апреле, аквапарк работал, люди купались, джакузи, беговые дорожки, если про спорт, если говорим про здоровье, это, конечно же, спа, балийский спа и, конечно же, возможность посетить зал спортивный всегда. Поэтому здесь важно понимать, что необходимо вам самим, чтобы вы понимали, что хотите посетить на лайнере, потому что, если вы это совмещаете с выходом в порте, то надо понять, в какие дни, где вы находитесь в море, как это было, допустим, у нас, что вы хотите посетить, потому что, так или иначе, лайнер большой, развлечений много, для детей в том числе тоже, «Формула-1», MSG является также представителем «Чика» и «Лего», клубы детские, все это, пожалуйста, есть на лайнере. Если мы говорим уже непосредственно про маршрут, это кратко просто информация про лайнеры, если что, вся информация как раз-таки про сам лайнер, что именно там есть, посмотреть 3D-тур можно у нас на сайте через вкладку «Морские круизы», лайнеры MSG Cruises, и там непосредственно по классам все расписано, показано, и можно даже пройтись по этому лайнеру, вспомнить, допустим, если есть агенты, кто был в рекламном туре, можно вспомнить, что вы видели, и показывать это туристам в том числе. Если мы говорим про маршрут, Марин, то, конечно же, мы начали из Шанхая, и непосредственно это все у нас закончилось в Кагами, но у нас было два также прекрасных японских города, префектуры, Кагасима и Коти, где стоянка у нас была по 10,9 часов, соответственно, поэтому нам удалось посмотреть, я бы сказал, Японию с разных сторон, и в том числе понять вот эту специфику высадки в маленьких портах. Об этом мы сейчас тоже чуть попозже расскажем. Если говорить про визовые формальности, то для нашего круиза, который был 24 апреля, необходимо было оформить однократную японскую визу, поскольку лайнер МСЧ Белиссимо аккредитован, он может ходить, точнее, пассажиры этого лайнера могут иметь однократную турвизу для посещения Японии. Также здесь необходимо было, если вы летели через Китай, соответственно, у нас посадка в Шанхай, соответственно, была. Здесь, конечно же, однократная турвиза Китая. Но прошу заметить, что очень важный момент, если вы летите прямым рейсом, допустим, до Шанхая, в этом случае вы можете воспользоваться безвизовым транзитом 24, 72, 144 часа, но с условием, что у вас есть хотя бы одна бронь, одна ночь в отеле, чтобы вам выдали, соответственно, эту визу, потому что в данном случае безвизовый транзит в третью страну работает, потому что вы летите, допустим, с России в Китай и непосредственно уже садитесь на лайнер, идете в Японию. В этом случае только это работает. Но, опять же, если у вас не будет брони в отеле, может возникнуть такая ситуация на границе. У меня был такой случай, у наших агентств был такой случай, когда просто не пропускали в чистую зону, оставляли в транзите, и китайцы обещали непосредственно доставить багаж на следующий рейс. Но это, конечно, вселяет панику некую, и все переживают, поэтому лучше иметь в запасе ночь в отеле и непосредственно уже спокойно выходить в чистую зону. Вот. Соответственно, если мы говорим также про визовые формальности, вся информация у нас есть на сайте во вкладке визовые формальности, но если, допустим, есть другой маршрут на Белиссимо, то всегда, конечно, уточняйте, потому что визовые формальности это достаточно тонкое дело, я бы сказал, и всегда надо удостовериться, что вы правильно делаете вашим туристам визу. Марина, что ты хотела давать? Я провести момент. Нет, в принципе, ты уже все рассказал. Я хотела единственное напомнить, что у нас виза оформляется, японская виза оформляется, по крайней мере, в московском консульстве. Я не знаю, Артем, куда вы подавали У нас в Владивостоке есть. У вас в Владивостоке есть. Для коллег, которые ближе к югу и подаются в Москве, виза японская оформляется в течение восьми рабочих дней. То есть мы принимаем документы за восемь рабочих дней. Там пакет документов достаточно простой. Поэтому боятся того, что там не откроют или какие-то отказы. Нет, не переживайте, открывается все достаточно просто. Пакет очень похож, пакет документов очень похож на пакет документов на шенгенскую визу. То есть вы сдаете две фотографии паспорт, копии паспортов, финансовые документы, обязательно выпуска со счета, не обязательно с движением, но обязательно выпуска со счетом, со счета, из расчета 100 евро на человека на день пребывания. Вот. И в принципе за 30 долларов делается эта виза достаточно быстро и легко вклеивается в паспорт. Поэтому здесь все достаточно просто. Что касается китайской визы, да, действительно, то есть если у вас здесь нужно смотреть по перелетам. Мы вернемся еще к перелетам, но нужно понимать, что транзитная виза открывается только в том случае, если у вас есть билет в третью страну или если у вас, вернее, не или, это обязательное условие, и если у вас меньше 24, есть вероятность, что вас выпустят, но в этом случае нужно показать еще бронь отеля, что вот, ребята, нам переночевать, и мы уедем. Все, нам больше ничего не нужно. Вот. Но я по этому поводу еще поподробнее расскажу, когда мы начнем рассказывать про перелеты, я расскажу, как летели мы, как летели из Москвы и как возвращались в Москву, поэтому здесь мы еще этот момент затронем. Все. Если говорить про валюту, то, конечно же, для нас было новинку, то, что мы вообще, в принципе, пошли в азиатскую акваторию, для нас было новинку, что здесь преобладает американский доллар, именно в самом круизе. Поэтому здесь, если вы будете говорить, задаваться вопросом, какую валюту с собой брать, то, конечно же, берите американский доллар. Здесь не прогадаете, если что, в Японии можно всегда поменять, причем по выгодному курсу, потому что иена по отношению к доллару упала, и даже заядлые путешественники говорили мне, кто в Японию часто ездит, что очень очень выгодно стало шопиться. Поэтому имейте в виду. Ну, а так, на лайнере можно было пополнить самостоятельно через терминал на круизную карту доллары, евро и иену. Соответственно, в большинстве портах, конечно же, нам пригодилась иена, и если у кого-то не была необходимость в наличке, а наличку в Японию с собой лучше брать, потому что возникают такие ситуации, когда вы заходите в заведение и, казалось бы, современная Япония, да, но нет, допустим, приема карты, есть просто наличка. И вот такие ситуации были, и готовьтесь носить с собой, не знаю, какой-нибудь кошелечек либо сумку небольшую, куда можно складывать мелочь, потому что ее часто дают, и постоянно ходить с мелочью там в кармане было бы не очень удобно. Поэтому здесь наличка важна, и берите лучше с собой наличку. Конечно же, про карты, если мы говорим банковские, то здесь работает карта, по крайней мере, срабатывала через раз карта Газпромбанка UnionPay, но при этом для начала надо было поставить разрешение в самом банке о том, чтобы операции в Японии проводились, и это надо было заходить в онлайн-банк и изначально это делать. Поэтому если туристы будут спрашивать, тоже имейте в виду. Ну и еще по разговорам, насколько я знаю, если ты слышала, Марин, говорят, что работает вроде Россельхозбанк, но я не уверен, я говорю только за Газпромбанк, и работал он время от времени, вот честно. в Токио он точно. Да, у нас в основном у всех были Газпром, UnionPay, работает он, то есть работает карта, она работает, но работает она где-то в 70, наверное, случаях из 100, это обязательно крупные магазины, если это какие-то небольшие лавочки, да, терминалы там стоят, но вероятность того, что карта не пройдет, она существует всегда. и нужно понимать, что в Китае, то есть как работает вообще Газпром, UnionPay, то есть это конвертация сначала в йены, в юане, потом в йены, то есть соответственно это выгодно, это в любом случае выгодно и удобно, но в Китае это будет конвертация, одна конвертация, в Японии это будет двойная конвертация, но сильно на курсы не теряете, поэтому расплатиться в больших торговых центрах карты абсолютно спокойно можно, если снять, да, действительно, если снять ограничения, то есть нужно об этом позаботиться. В Китае то же самое, в больших магазинах либо где-то в больших ресторанах расплатиться можно, если это какая-то маленькая лавочка, то лучше всегда иметь при себе наличку. Что касается налички, честно могу сказать, что меняли сразу здесь в России, в принципе, ну, как бы, если есть возможность, если у вас банки, ну, я думаю, что банки сейчас меняют, потому что те же самые ивани, ну, максимум придется заказать и день подождать, иены тоже как бы в некоторых банках есть или их заказываются, они заказываются заранее, поэтому можно абсолютно смело с собой поменять и ввести уже нужную вам валюту. Что касается валюты в круизе, здесь еще раз обратите внимание, что в азиатские круизы мы везем доллары, и в терминалы мы кладем доллары именно на лайнере. Эта информация прописана будет в памятке туриста, когда вы будете распечатывать документы, но чтобы вы понимали и знали и предупреждали туристов заранее, то есть нужно понимать, что в Азии все-таки доллары, не евро, несмотря на то, что это европейские лайнеры, это итальянские лайнеры, в принципе, вот как бы такой вот момент есть. Мариня, мне послышалось ты заказывала иены и ждала какое-то определенное время, просто у нас в Владивостоке иены и юани, это привычная ситуация, можно спокойно взять. У нас заказываются они в банках, разная ситуация. Иногда они бывают в банках, но в большинстве случаев это заказывается заранее и потом тебе просто либо звонят, либо ты приходишь в банк ко времени и тебе выдают. В общем, коллеги, если будете в Владивостоке, то можно здесь поменять. У нас проблем нет, у нас в банке спокойно меняют. Юля говорит, что даже в Москве под заказ. Да, ничего себе. Привет. Если мы говорим про полетную программу, то, конечно же, полетная программа здесь в Владивосток была достаточно проста в, грубо говоря, для того, чтобы добраться до Шанхая. Мне достаточно было вылететь из Владивостока на аэрофлоте, авиакомпания Аврора, дочка аэрофлота. Два часа сорок минут лететь до Пекина было. Пекин, Досинский аэропорт, прекрасный, чудесный аэропорт, который мне очень сильно понравился. С точки зрения вообще ориентирования на русских туристов это вообще супер, потому что даже там я увидел какие-то надписи на русском языке. Ну и в принципе коммуникации какой-то проблем не возникало в Пекине. Вот. Если мы говорим про внутренний перелет Пекин-Шанхай, то он тоже длился два часа сорок минут и он длился на чайные стороны Airlines. Это прекрасная авиакомпания, которая по сравнению потом уже была с Аэрофлотом. Для меня, конечно, они были впереди просто потому, что я увидел, как они кормят. И на такой короткий промежуток времени они покормили полноценным обедом. и это прям очень сильно я это заметил просто вот сразу, потому что есть сравнение с Аэрофлотом. И здесь уровень сервиса, естественно, китайцы, конечно же, бортпроводники, уровень сервиса тоже отличный. Даже был момент, когда я заснул, могли просто спокойно принести еду, даже если ты этого не просил. В общем, они очень примечательные и еда отличная здесь. Что касается обратного перелета, то это Пекин Досин, точнее, это аэропорт Ханеда в Токио Досин. Здесь уже 45 минут и уже точно так же летели Аэрофлотом Авророй. Аврора предложила даже зарегистрировать, несмотря на то, что был один багаж, зарегистрировать два багажа каким-то чудесным образом. Причем, что представители Авроры были русскоязычные и русскоязычные китаянки, которые разговаривали на русском языке, но были представителями Авроры. Перелет был отличный. Когда вылетали с Ханеды, летели в Пекин, видели Фудзи, знаменитый вулкан в Японии, и это было все очень красиво и прекрасно, поэтому, если вам удастся увидеть эту достопримечательность природную, главную тоже Японии, то очень сильно повезет в этом плане. Теперь Марина расскажет о своем перелете, потому что здесь уже другая ситуация, так как я нахожусь в Владивостоке, здесь полегче с этим. Нет, у нас на самом деле тоже не очень тяжело с этим, абсолютно тяжело, я бы сказала, для тех, кто летит из Москвы, вариантов перелета их огромное количество, то есть это и варианты перелетов прямых, и варианты перелетов с пересадкой. Расскажу в принципе, как летели мы. Мы летели напрямую до Шанхая, поскольку круиз наш начинался в Шанхае, летели мы сразу на авиакомпании China Eastern, у нас в принципе весь маршрут наш и туда и обратно был забронирован на авиакомпании China Eastern. Да, действительно, авиакомпания вполне достойная, вполне достойная и в плане того, что дважды покормили туда и дважды покормили обратно, и плюс еще покормили на четырехчасовом перелете у нас был такой же четырехчасовой перелет Ханеда Пекин на обратном пути. Вот, то есть без нареканий абсолютно вылетели вовремя, прилетели вовремя, даже чуть раньше нагнали в пути. На борту весьма неплохое обслуживание, чистые борта, то есть все вполне достойно и комфортно. Туда летели прямым рейсом, как я уже сказала, обратно мы также летели из Ханеды, то есть лайнер прибывал в Йокогаму, мы переезжали в Ханеду, это аэропорт в Токио, который недалеко от Йокогам, относительно недалеко от Йокогам находится, и уже оттуда вылетали непосредственно в Пекин. На что обратить внимание здесь, то есть у нас была 15-часовая стыковка, как я говорила, вот я сейчас возвращаюсь визом. У нас была 15-часовая стыковка в аэропорту Пекина, и по факту, то есть это достаточно мало времени для того, чтобы тебе выдали транзитную визу, но поскольку у нас был забронирован отель, причем отель был забронирован непосредственно в самом аэропорту Пекина, хотел бы обратить внимание, что такая возможность есть, причем есть варианты различные, есть возможность забронировать капсульный отель, то есть это вот просто переночевать, просто поспать, либо если у тебя там стыковка 5 часов, там в принципе не выходя из аэропорта можно будет просто полежать и чтобы спина отдохнула после перелетов длительных, вот, либо можно забронировать тот отель, который мы забронировали, это был отель, аэротель Beijing, то есть это абсолютно нормальный отель с санузлом, с кроватями, где можно провести, то есть где можно переночевать и дальше уже спокойно лететь по своему маршруту, так вот, наша 15-часовая стыковка, у нас была 15-часовая стыковка и забронирована отель Beijing, и на кассах, вернее не на кассах, а на стойках, где выдают транзитные визы, меня запросили, во-первых, конечно же, билет в третью страну, то есть это была Россия, и, соответственно, бронь отеля, вот при наличии брони отеля нас выпустили, но, в принципе, нам сильно выходить то и не пришлось, нас выпустили просто уже в зону такую свободную, и мы пошли в отель, поэтому вот такой момент есть. Во-первых, обратите внимание, что если стыковка, можно бронировать отель, во-вторых, обратите внимание, что если эта стыковка 15 часов, то при наличии забронированного отеля и билет в третью страну есть вероятность, что вас выпустят. Понятно, что здесь все зависит от офицера, понятно, что здесь как бы по правилам это все-таки должно быть 24 часа, но вероятность есть всегда, и, как правило, при наличии отеля выпускают. У меня тоже ситуация была, когда, получается, мне пришлось доказывать как раз-таки в Пекине, когда я летел с Ханеды, о том, что выпустите меня, пожалуйста, у меня следующий рейс в Россию, они хотели как раз-таки оставить мой багаж и отпустить меня в транзитную зону, что меня, конечно же, не устраивало, но у нас был на практике случай, когда, соответственно, агент наш остался в транзитной зоне и, соответственно, они, китайцы, самостоятельно перебросили багаж. Правильно, Марина, понимаю? Вот. Соответственно, я не знаю, пропал звук или, мне кажется? Нет. Отлично. Отлично. Итак, здесь уже можно перейти про перелетку все, да, вроде бы? Да, по полетке. Соответственно, можно перейти к Шанхаю, потому что оттуда начиналось наше путешествие. Мы расположились в двух отелях, которые были расположены территориально рядом с районом Пудун. Район Пудун это непосредственно где находится знаменитая восточная жемчужина, башня, на которую мы отлично забрались, тоже посмотрели, вообще было все шикарно. И, конечно же, все возможные финансовые центры Шанхая, Шанхайская башня, ее еще открывашкой в народе называют. Вот, поэтому здесь в плане было все шикарно и отели были расположены близко к набережной, с которой как раз таки виднеется весь район Пудун и восточная жемчужина. Нанкинроуд торговая улица большая. Соответственно, здесь, если брать отель, то, конечно же, мы рекомендуем до круиза первую ночь, одну ночь закладывать и брать в Шанхай, допустим, в центре, близко к как раз таки всем достопримечательностям. Соответственно, отели у нас были 4-5 звезд китайских, 3-4 звезды, это наша классификация российская. На китайский лад, соответственно, они немножко по-другому классифицируют эти гостиницы. У вас же там апгрейд был, по-моему, у нас был апгрейд у нашего турагента непосредственно до Сьюта, что очень сильно порадовало, но здесь в Централе мы жили, непосредственно там был депозит с человека, к сожалению, не помню, по-моему, 500 юаней, что-то такое, но мы просто 100 долларов отдали, нам, конечно же, все вернули, но как бы без нареканий все отлично, отель хороший, уровень хороший, приятно, что в Центру расположен, я знаю, Марин, что вы тоже довольны своим отелем. Да, у нас была трешка, ну, либо четверка, это бутик-отель Шанхай, он тоже находится в Центре, он находится рядом с такой достопримечательностью, как Сад Радостей, это прям в пешей доступности, в принципе, даже от Нанкин Роуд, от Нанкин Лу, тут можно дойти пешком, мы дошли пешком, наверное, от набережной где-то за полчаса. Единственный момент, который здесь есть, такой чуть-чуть смущающий, это стройка перед отелем, потому что Шанхай, он строится бесконечно, и это нормальная ситуация, вот, но ночью эта стройка, соответственно, не работает, по ночам они не работают, ночью спать не мешает, а так, что касается самого отеля, да, действительно, очень достойные номера, очень достойное питание на красивой, на красивой террасе, то есть, утром завтраки накрывают, удобное расположение, поэтому абсолютно смело, если нужно что-то чуть более бюджетное, скажем так, абсолютно смело можно бронировать этот отель, потому что, ну, в течение дня ты все равно маловероятно, что будешь в нем находиться, это, наверное, ну, противозаконно сидеть в отеле в Шанхае, когда это огромный город, который нужно просто посмотреть и смотреть его можно там не один и не два дня, а там можно ходить неделями, и на самом деле калейдоскоп, который будет меняться, и ты не будешь понимать, где ты находишься, вот, как мы всегда говорим, Шанхай это не китайский Китай, то есть, здесь можно найти европейские улочки, здесь можно найти та же самая набережная с небоскребами, которая, ну, вот такой, знаете, вот, как у нас девчонки сказали, Дубай на максималках, вот, то есть, каждый раз, когда ты заходишь, заворачиваешь за какой-либо угол, ты не всегда понимаешь, где ты можешь оказаться, ты можешь оказаться в абсолютно китайском квартале с резными домиками, с красивой природой, то есть, вот с пагодами совсем, там, где это будет реально очень красиво и атмосферно, буквально в двух шагах ты повернешь за какое-нибудь здание, и это будет прям, вот, ну, Венгрия, там, это будет вот прям Европа, где-то это будет, мы ехали, и вот реально, я поймала ощущение, когда мы ехали только из аэропорта, что мы передвигаемся где-то в центре Нью-Йорка, потому что огромные небоскребы, огромное количество деловых центров, людей в костюмах, то есть, то есть, ты никогда не понимаешь, что вот этот вот калейдоскоп, он меняется, ты не понимаешь, иногда вот теряешь просто понимание, что ты действительно в Шанхае и в Китае находишься. Этим он, Шанхай этим прекрасен, и это нужно обязательно смотреть, и здесь нужно оставаться прямо вот на несколько дней, чтобы насладиться. Полностью согласен. Соответственно, если мы говорим про порт, то порт у нас располагался в районе Баасан. Примерно до него вот ехать с центра, ну, если не ошибаюсь, мы ехали где-то час, да, вот в этом промежутке. Да, в районе часа. Вот, соответственно, порт находится немножко, достаточно далеко, но за час мы спокойно доехали. Здесь важно то, что вы учитывайте, пожалуйста, то, что у вас написано в круизном билете и во сколько вам необходимо приехать в порт, потому что мы приехали достаточно рано, и нас не хотели изначально пускать, потому что там вот есть мост определенный, и они начинали пускать с определенного времени, когда начиналось регистрация непосредственно, но в этом случае также нам еще предложили, допустим, выйти с нашего трансфера и поехать на непосредственно Shuttle HMSG. Но как бы мы дождались, нас пустили, все отлично, спокойно, с багажом доехали до терминала и сдали его. Если мы говорим про вообще, в принципе, порт, то он делится на три части. Терминал 3, терминал 1, терминал 2. Терминал 3 — это терминал, я его назвал распределителем, потому что по факту мы зашли туда и уже непосредственно пошли к нашему лайнеру МСЧ Бересима. Терминал 1 — это терминал, я так понимаю, курируемый немножко другой круизной компании. И там тоже есть VIP-лаунж, насколько я понял, по фотографиям. Опять же. И терминал 2, но он никак с нами не взаимодействовал, мы в него не заходили, соответственно, основной поток всех пассажиров шел через третий терминал. Если говорить про, опять же, допустим, MSC Яхт Клаб, то по моему предположению, опять же, это не то, что надо уточнять эти моменты, запрашивать, если будут у вас заявки, запрашивать в заявке. Если это MSC Яхт Клаб, то непосредственно через какой терминал будут идти пассажиры MSC Яхт Клаба, потому что я думаю, что MSC так или иначе должны выработать какую-то стратегию, допустим, даже для MSC Яхт Клаба либо MSC Яхт Клаба. Если мы говорим про непосредственно саму процедуру сдачи багажа, то здесь все стандартно. Важно распечатать, конечно же, все документы, и там есть ваша бирочка, которую можно сложить. У работников порта есть необходимый степлер. Все сделают, доставят отлично каких-то проблем с багажом, но, по крайней мере, я как будто бы не заметил в плане доставки. Я даже не заметил, как его быстро доставили на самом деле. Я называл нашего консьержа, не знаю, коридорным, и всегда, если что, какие-то вопросы возникали, всегда можно было обратиться к нему, а он как раз-таки занимался этим багажом, поэтому здесь с багажом все отлично. Вот. Соответственно, здесь поближе терминал 1. Если мы говорим про уже третий терминал, то когда вы уходите, понятное дело, здесь security check, который надо пройти, как и в аэропорту, то такая же система и здесь. Когда мы уже непосредственно заходим, проходим security check, то здесь есть туристский сервисный центр, сервисный центр информационный, я так понимаю. застойка там кого-то я не заметил, но здесь уже непосредственно стояли работники порта, и они как раз-таки распределяли очередь. В Китае, кстати, очень интересная тенденция была замечена мной, что они пародируют, как будто бы пародируют японцев, но, видимо, это случилось после пандемии, потому что когда была пандемия, определенная дистанция была, и, соответственно, здесь они распределяют очередь, есть люди, которые занимаются распределением очереди, и в том числе это было здесь в порте. Соответственно, были стойки, были номерки, которые клеились на каждый билет в зависимости, круизный билет в зависимости от вашей каюты, от вашей возможности, которую вы забронировали, и, соответственно, распределялась таким образом очередь с помощью ограничителей, которые стояли. Вот здесь, кстати, на слайде вы можете видеть вот эту цифру 7. это как раз таки вот такая наклейка, только семерка, и человек должен был идти в ту сторону. Соответственно, вот здесь был Priority Access. Нам всем успешно, если я не ошибаюсь, в большинстве случаев, по-моему, и не всем, был наклеен Priority Check, то есть цифра 1. Но мы спросили, почему это было сделано, сказали, что каюты с балконом таким образом они распределяли работники порта, что с каюты с балконом они приоритетно посадили. Но те агенты, кто непосредственно с нами путешествовал, у них не возникло какого-то дискомфорта. Все дошли, мы как-то все вместе собрались, спокойно с кем шли и непосредственно зарегистрировались. Очень важно то, что вот здесь на Embarkation Form, круизный билет, на нем очень здесь есть QR-код и его необходимо проверить, прежде чем необходимо проверить, чтобы он был отлично напечатан, потому что здесь возникли некоторые сложности у наших коллег и, соответственно, мы решали уже непосредственно на самом в самом порте как зарегистрируют. Если не ошибаюсь, кому-то сделали апгрейд, правильно? Ну да, что касается QR-кодов, да, обращайте просто внимание, чтобы четко было пропечатано, но на самом деле ничего непобедимого нет и если они могут сочетать QR-код, они просто перепечатывают круизный билет или там переделывают это. Это ничего страшного, абсолютно, так что не переживайте, но проверяйте. Что касается апгрейдов, ну, такое бывает, да, соответственно, у нас девчонки некоторые получили апгрейд, но это, видимо, просто был их абсолютно круиз, вот, это была абсолютная удача, вот, да, вам и повезло. Вот, что касается порта, я бы хотела добавить, да, действительно, порт достаточно большой, очень большой, он на три терминала и посадка, обратите внимание, если вы видели первую фотографию, то есть у нас посадка была через рукав, то есть нет вот этих вот лестниц, по которым идти, абсолютно спокойно, вы проходите все регистрации, проверки паспортов и прочее, и вот здесь, да, посадка будет вот через такой рукав. С учетом того, что очень большая пропускная способность у порта в Шанхае, не было диких очередей, потому что было порядка, во-первых, было порядка 30 касс, вернее, не касс, а стоек регистрации, и плюс еще посреди зала были выставлены столы с дополнительными стойками регистрации, потому что мы понимаем, что лайнер был, то есть была полная посадка, вот, соответственно, были дополнительные столы, и вот такого, что кто-то там долго стоял в очереди, где-то там по полчаса, по три часа, не было такого абсолютно, все абсолютно спокойно проходили, это вот было как-то не толпой, это было постепенно, поступательно, поэтому здесь все абсолютно удобно и комфортно в силу того, что все-таки порт подготовленный и большой. Да, если говорить про начинку порта, то, конечно же, мы здесь в первую очередь заметили currency exchange, валютник, обменник, вот, и здесь непосредственно начали наши коллеги пробовать менять валюту, если не ошибаюсь, эта валюта, здесь было невыгодно, да, вроде бы менять ее, потому что если в Японии ее менять, непосредственно, доллары на иен, то это будет более выгодно, а здесь непосредственно двойная конвертация, такая же, как и с Газпромбанком, поэтому здесь пересчет сначала из рублей в юане, из юани в иены, вот, так или иначе создает вот эту комиссию. Вот, соответственно, здесь также, если мы говорим про еду, то можно всегда подкрепиться, есть вот такие сети-боксы, и помимо этого мной не было замечено, но опять же, круизный терминал большой, вообще, в принципе, порт большой, правильно сказала Марина, пассажир поток, пассажир поток, пассажир поток здесь настроен, занимает первое место в Азии, и чистое место в мире, сам порт Шанхая, и поэтому вот здесь не было мной замечен Старбакс, и потом уже агенты мне сказали, что, вы знаете, там был Старбакс, я начал гуглить, действительно есть Старбакс, поэтому ваши туристы, если вдруг захотят покушать, они всегда будут сыграть. Вот, если мы говорим про уже непосредственно прохождение таможни, то есть и регистрации, то как бы вот работник порта пользовался планшетом, проверяли нашу визу, непосредственно давали нам проход в таможню, и каких-то вопросов в плане сложности прохождения таможни и очередей мной тоже не было замечено, какого-то дискомфорта здесь я не наблюдал. Вот. Коллеги, давайте всем, кто присутствовал на семинаре, будем сбросить непосредственно презентацию, просто сейчас очень долго возвращаться будет, у нас время немножко поджимает. Всем сбросим, не переживайте. Если мы говорим про непосредственно программу дня, то здесь, конечно же, первым днем мы, когда пришли, посели, у нас был день в море до Кагасимы, и сразу вечером нам принесли программу дня, где непосредственно было расписано все скидки, все непосредственно пространства, аттракции, куда можно было сходить, на что стоит обратить внимание. Вот как раз программа дня это важная вещь, которая есть в круизе. Прошу прощения, можно еще буквально одно слово по поводу посадки? Программу дня мы получили, единственное, на что хотела бы обратить внимание, что вы когда садитесь на лайнер, то есть по факту при регистрации, то есть вам уже вы зарегистрировались в порту, и вы когда заходите на лайнер, вам уже не надо идти на ресепшн. То есть ваши туристы сразу проходят в каюты, где их ждут уже непосредственно к круизной карте, которые будут их кошельком, которые будут их ключом от двери, которые будут их ID, ну, скажем так, паспортом. То есть это то, что должно быть при туристе всегда, потому что именно с этой круизной карты он будет выходить, а с лайнера именно с этой круизной карты он будет выходить, вернее, открывать свою дверь и идентифицировать свою личность. Вот. Поэтому, то есть по большому счету, вот то, что вы прошли в порту, это все. Дальше вы заходите и уже заселяетесь и ждете, пока привезут ваш багаж. Все. Я все. Да. Программа дня. Это важный инструмент. Пользуйтесь, читайте скидки. Здесь написано очень важно для всех дам. Опять же, скидки duty free. Вот. SPA и все остальное. Если мы говорим про, соответственно, ужин, обед, был такой вопрос касательно круиза именно по Азии. Говорили, что здесь присутствует только китайская еда, но на самом деле китайской еды здесь не было. Ну, соответственно, была китайская еда, потому что, понятное дело, пассажиры здесь были из Китая, вообще, в принципе, из Азии. Вот. И китайская еда здесь превалировала, кухня. И, соответственно, если мы говорим про этот заезд, то MSG понимали, что здесь будут европейцы. Соответственно, нам сделали меню что на обед, что и на ужин, что и на завтрак, в принципе, европейское. То есть, была возможность так или иначе выбрать что-то а-ля карту, либо на шведском столе, что устраивало бы твой желудок и не обязательно было есть что-то острое. Поэтому здесь, если мы говорим про вообще, в принципе, сегментацию и про ориентирование на определенного туриста, то здесь все было суперски сделано. И какого-то вот прям именно только китайской еды не было замечено. Видите, да? Здесь, например, день был посвящен Испании. То есть, испанская кухня предлагалась непосредственно на ужине. Очень классно. В конце, последний день у нас был итальянский день и все пели, танцевали итальянские песни. Отлично завершился. Таким образом, у нас круиз. Вот. Есть что-то добавить по еде, Марина? В принципе, по еде, я как бы рассказала в начале, немного рассказала в начале вебинара. Что касается еды, да, действительно, можно выбрать абсолютно любой вкус. Я думаю, что это в любом случае присутствует на любых азиатских маршрутах, что есть возможность всегда выбрать либо это какая-нибудь паназия, либо это будет европейская еда и, собственно говоря, у нас туристы никогда не останутся голодными, это однозначно. Всегда можно выбрать то, что тебе по душе. Можно сходить в альтернативный ресторан, если туристы сильно увлекаются стейками или китайской едой, то есть японской едой, суши и прочим. Поэтому здесь всегда, всегда, всегда есть выбор. Если мы говорим про таможенные формальности и про пересечение первой границы первый раз с Японией, то это у нас случилось в Кагасиме. Соответственно, накануне нас попросили заполнить необходимые таможенные документы. Здесь, конечно, все было на английском языке. Инструкция у МСЧ была на телевизорах, это все было при высадке, как что заполнять, поэтому сложности здесь не возникло, по крайней мере. И также надо было вот эту карту заполнить дизембракейшн карту и непосредственно предоставить уже в порту Кагасиме. Соответственно, из-за того, что первый порт был Кагасима в таможенной формальности, все были там, штампы проставлялись там, наклейки Lending Permission клеились там. Соответственно, из-за этого возникли определенные сложности с очередями, и мы, соответственно, из-за этого очень долго простояли в очереди, потеряли время. Да, да, да. Нет, нет, продолжай, я просто дополню. И в связи с этим мы, конечно же, посмотрели меньшее количество каких-либо достопримечательностей в Японии, но это произошло как раз таки из-за того, что вот было первое пересечение границ с Японией. Все выходили, соответственно, все, кто-то мог забыть там паспорт, кто-то мог забыть вот все эти таможенные документы, которые обязательны были для пересечения границы. Соответственно, все это создавало очередь, и, соответственно, порт сам, Кагасима, он намного меньше, конечно же, чем шанхайский порт, и все это, конечно, создало очередь. Вот. Но, если в целом говорить, то, ну, можешь добавить по Кагасиме, по порту именно выставки. Да, я бы хотела добавить по Кагасиме, по порту выставки. Да, был небольшой затор в том плане, что именно на нашем маршруте это было первое прохождение границы с Японией. Соответственно, была определенная задержка. Но, опять же, обращаю внимание, что для туристов, которые покупали у нас экскурсию не у нас, а на лайнере MSC, то есть они покупали береговую экскурсию, и они прошли границу раньше и быстрее, потому что их, как правило, проводят чуть раньше, чтобы они успевали на свой шаттл, и дальше они уже поехали по маршруту по своему, который они приобрели. Вот. Поэтому это такой небольшой лайфхак, на случай, если вы покупаете азиатские круизы или какие бы ни было другие круизы, даже если это безрусскоязычные группы, это вот такой момент, где, если нужно проходить границу, граница проходится быстрее, значительно быстрее, когда тебе нужно успеть на экскурсию. Это первый момент. Второй момент. Я хотела бы обратить внимание. У нас с вами, вы все знаете, что у нас 2-го числа, 2-го октября стартует маршрут вокруг Японии. То есть, вот здесь переживать, поэтому, вот поэтому по поводу вот этого круиза переживать не надо по поводу вот таких задержек, потому что границу ваши туристы пройдут в аэропорту. Соответственно, в Коте у нас уже гораздо быстрее проходилась граница, то есть, просто мы выходили потихоньку с лайнера и все, никаких сильных задержек не было. Поэтому переживать по поводу круиза, который у вас будет 2-го числа, абсолютно никакого смысла нет. У вас все, то есть, у вас туристы будут абсолютно спокойно проходить, выходить с лайнеров, потому что граница у нас, у них уже будет пройдена. Совершенно согласен. Вот. Да. Поэтому здесь вот такой момент. Ну и как лайфхак на случай это все-таки это экскурсия, потому что экскурсионные группы выходят заранее. Все верно. Ну, не то, что заранее, но быстрее, чтобы, потому что у них есть определенные ограничения по времени, им нужно успеть на автобус, им нужно успеть проехать по программе и приехать обратно. Кстати, это еще и прекрасная возможность посмотреть страну или город, который ты не знаешь. Да, если мы говорим про порт в Кагасиме, то, конечно же, он вот Марина порт. Марина порт называется. И я бы сказал, такой искусственный даже остров какой-то созданный, но очень благоприятная территория. Вообще, в принципе, мы когда высадились, все начали делать фоточки. Вот, понятно, вот эта очередь, вот сам терминал, небольшой терминал. здесь непосредственно рядом располагается информационный центр, точно так же туристский информационный центр, можно взять всегда и актуальную информацию уточнить на английском языке, японцы более-менее, кстати, на английском языке я разговариваю, языки я разговариваю, в отличие от китайцев. Вот, поэтому здесь очень благоприятная территория, и она, в принципе, очень приятна глазу. Здесь же сразу на выходе можно заметить Сакурадиму, это непосредственно вулкан, который часто извергается как раз-таки в Японии, и если кто-то был, допустим, на шведском столе и завтракал в этот момент, то он завтракал с видом как раз-таки на этот вулкан. Вот, если мы говорим про вообще, в принципе, общественный транспорт и как добраться в Японию, точнее, как добраться в Кагасиме спорта, то здесь мы выбрали путь не ждать такси, потому что очередь, которая была сформирована как раз-таки из-за долгой высадки непосредственно в порту и отразилась на очереди на такси, которое было в порту. И, соответственно, мы решили пойти пешком. Мы пошли пешком, шли мы где-то минут 20-30, где-то так, до трамвайной станции. Там ходят такие старенькие, ну, старенькие в нашем понимании, на самом деле, очень приятные трамвайчики, на которые мы очень хорошо сели все вместе на станции Вакидо и непосредственно доехали до станции Танмонкандори. Это тот район, который славится своими торговыми улицами и непосредственно то, что мы успели посмотреть там, так это Танмонкандори. Вот, соответственно, разные способы есть добраться с Маринопорта в Кагасиме. Либо пешком на такси до Вакидо, пешком 35 минут написано, вот мы примерно так и шли, либо до непосредственно Танмонкандори можно доехать за 3000 йен. Как определять, сколько йен в рублях? Я всегда делал на 2 и лайфхак работал. Плюс-минус одинаково получалась стоимость, примерно понимаешь. Вот, соответственно, здесь, что в ту сторону 3000 йен, что в эту сторону 3000 йен можно доехать. Соответственно, Танмонканд, как я сказал, Дори, это популярная торговая улица с ресторанами, барами, с торговыми центрами, с вообще, в принципе, магазинами одежды и так далее, где можно очень хорошо закупиться и вообще, в принципе, даже купить там гастрономические какие-то деликатесы из-за ряда моти, мачо и так далее. Вот это все здесь. И также здесь можно сразу же получить на месте Tax-Free. Чуть попозже тоже про это расскажу. Вот. Чуть попозже, как раз Tax-Free рядом. Tax-Free мы получаем непосредственно, когда покупаем что-то в Японии, мы говорим, нам Tax-Free, они делают непосредственно, они проверяют ваш паспорт, продавцы просят паспорт, смотрят на визу и по визе непосредственно прибывают Tax-Free в самом магазине. Те магазины, где есть Tax-Free, там они помечены вот таким логотипом Tax-Free Free Shop. И заходя туда, мы сразу понимаем, что можно получить Tax-Free, где-то можно получить на месте, где-то необходимо дойти до как раз-таки вот этой организации, которая занимается Tax-Free в Японии и получить уже непосредственно наличкой. Вот. Это очень интересная история, очень приятно получать, так или иначе, за свой шопинг обратные денежки. Вот. Поэтому пользуйтесь, главное иметь, конечно же, при себе паспорт. Это важно, в принципе, в любой стране за границей. Вот. Если мы уже говорим про второй порт, то Марину, по крайней мере, второй порт очень сильно порадовал. И меня тоже очень сильно порадовал. Всех, в принципе, очень сильно порадовал, потому что здесь уже не было той очереди. Мы где-то стояли, ну, час-полтора в порте, вышли достаточно быстро, распределились, можно было ехать на шаттли, можно было ехать на такси, кто как захотел. И непосредственно доехали тоже до главной торговой улицы, где, в принципе, располагались все достойные замечательности близко. Сам терминал выглядел плюс-минус похожим на Кагасиму, но если мы говорим про гостеприимство, то Коти, понимая, видимо, насколько важно встречать такой огромный лайнер с таким количеством пассажиров, потому что, так или иначе, это туристы, которые приносят деньги, нас очень любезно встречали уже с музыкой, когда мы только зашли в порт. То есть, это у них традиция такая определенная. Ну, в большинстве других, например, по Средиземноморью тоже такая есть традиция, так или иначе. Но вот в Котче этим и отличилось. Вот, соответственно, здесь мы прошли, уже зашли внутрь, здесь также располагался туристко-информационный центр, есть бесплатный Wi-Fi, что, кстати, есть и в Шанхае. В Кагасиме, к сожалению, не было мной замечено, но вот в Котче заметил. И, соответственно, шаттлбас, это вот по левую сторону, по правую сторону турбас, это, непосредственно, экскурсионка. И правильно Марина сказала, что те, кто брал экскурсионку, из пассажиров их выводили в первую очередь. Поэтому здесь мы рекомендуем заранее, если вы не забронировали экскурсионку до, на моменте бронирования, мы рекомендуем говорить вашим туристам, пожалуйста, решите вот этот вопрос как можно скорее и подойдите, забронируйте на экскурсионном бюро, на МСЧ, на лайнер непосредственно экскурсии, потому что они разлетаются как горячие пирожки, в особенности в этом, в этой акватории, потому что, опять же, никто не знает, как добраться. У всех паника, все выбирают экскурсию, едут с экскурсии. Вот. Соответственно, если мы говорим про другой вид способа добраться, спорта, то есть определенный маршрут, и есть определенный автобус, который называется Майюбас, но до него надо дойти пешком, либо вызвать, опять же, такси, и уже непосредственно от него можно доехать в центр. Вот. Если мы говорим про, опять же, достопримечательности, основные достопримечательности располагались вот здесь. Опор сам находился здесь. И, соответственно, здесь также можно было с этого центра, где непосредственно располагается замок Коти, одноименный в честь города, в честь префектуры. Здесь также можно было дойти пешком до терминала автобусов, который непосредственно бесплатно, правильно, Марина, он же бесплатный был, бесплатно довозил... Шаттл был бесплатный, да. Вот, довозил до порта обратно туристов. И на торговой улице в Коти не посетили баннеры, куда надо идти, чтобы не потеряться, если вы с лайнером МСТ Белиссимо. Вот. Если говорим про достопримечательности, то, конечно же, как я уже сказал, главный замок, который остался в первозданном виде, это замок Коти. очень красиво, несмотря на то, что даже была такая сыроватая погода, сырая погода, дождь такой, или даже проступало солнышко. Было очень приятно и красиво. Глазу все фоткались, все радовались. И что примечательно, Марина тоже до этого говорила, обсуждали, и Коти это тот город, который казался намного зеленее, чем Кагасима, правильно? Вот. И да-да-да. Нет, ты продолжай, я просто дополню потом вообще, в принципе, свои впечатления по городам, потому что у меня чуть-чуть, я чуть-чуть обманула свои ожидания, но продолжу до завершимости. Соответственно, рядом с замком Коти располагается тоже много разных музеев. Музей Ука там популярен, музей истории, вы можете своим туристам об этом говорить. Помимо этого, если они берут экскурсии, от MSG, то они так или иначе пройдутся по этим основным достопримечательностям, потому что это основное, что есть в Коте. Если говорим про другие, то здесь также есть Мост Хиромая, есть одноименный фильм, тоже Хиромая, Мост Хиромая, там определенная легенда есть. И также в принципе очень аутентичный и инстаграмный, инстаграмное место, которое сразу бросается в глаза. здесь также в этой же местности располагается рынок Хироме, где можно отведать прекрасного тунца на огне, отведать мисосуп, то, что действительно есть в Японии, традиционное, гастрономическое, вкусное. Советую тоже также посетить, если там окажетесь. Но здесь уже непосредственно про высадку дальше будет информация. Добавь, пожалуйста, я просто суммирую по поводу маршрута, по поводу городов, которые мы посмотрели. Я когда ехала в рекламник, у меня были огромные ожидания по поводу Кагасимы, и у меня абсолютно не было никаких ожиданий по поводу, ну, не то, что никаких, но я понимала, что Коти или Котча, как правило, в разных источниках по-разному, поэтому называть можно по факту и так, и так. Ну, это маленький городок, где есть знаменитый их рынок, где есть знаменитый их замок, и, собственно говоря, наверное, и все. То есть, если мы откроем там вот чисто какой-нибудь Google и почитаем, что там есть в этих городах, по большому счету в большинстве источников так и пишут, что Коти – это маленький городок, то есть основная достопримечательность – это замок, и на рынке можно что-то купить там из морепродуктов или какую-то сувенирку. И Кагасима – это вулканы действующие, это уже более большой город, то есть здесь вот прям достаточно активно его расписывали. Если честно, у меня были очень большие ожидания в отношении Кагасимы. Да, город красивый, но при этом Коти просто запал в душу тем, что, во-первых, это потрясающе красивый зеленый город. Это море, он прибрежный, есть пляжный отдых, есть школы дайвинга, есть огромное количество музеев, огромное количество храмов, которые можно посетить. Это тот же самый замок, который остался в первозданном виде, который, то есть ты попадаешь просто в какую-то японскую сказку. Это, опять же, возможности шопинга, то есть это большие торговые центры, это чистейшие города, то есть вообще, что впечатлило очень сильно в Японии, это абсолютное отсутствие мусорок в любом городе и при этом абсолютная чистота. Как они это делают, я не знаю, но я вам могу сказать честно, что из нашей группы многие принесли мусор, выбрасывают, ну вот просто как бы в мусорке на лайнере, потому что, ну потому что их не найдешь. Но при этом абсолютно чисто мы долго пытались найти хоть одну грязную машину, мы ее не нашли. Мы долго пытались, то есть мы прям всматривались в асфальт в надежде увидеть какую-нибудь, ну хоть где-нибудь бывает грязно, нет. То есть там вычищены и вымыты даже вот эти вот желтые полоски для людей с ограниченными возможностями. Вот. То есть это абсолютная чистота. Ну и естественно люди. Все-таки китайцы, они от японцев, вернее японцы от китайцев отличаются. Если китайцы, они такие, ребят, суетные, то есть они куда-то бегут, они много разговаривают, громко разговаривают, это неплохо, это темперамент, то японцы, они гораздо более спокойные. Они очень приветливые, они всегда улыбаются. Они, то есть ты приходишь в магазин, ты расплачиваешься в магазине. Они, вот честно, у меня иногда складывалось впечатление, что я им квартиру свою подписываю, потому что они настолько, вот прям искренне благодарны тебе, такое редко увидишь на самом деле. Это менталитет, это культура, даже не воспитание, это культура. То есть они абсолютно, то есть и это тишина, это вот такое тихое, это тихое, спокойное. Ты заходишь, даже в торговый центр, ты заходишь, там нет гула, то есть там нет вот такого, какого-то вот, когда отовсюду слышны какие-то громкие разговоры, такого нет, там достаточно тихо и спокойно все. Это очень сильно впечатляет. Вот. Поэтому, это плюс, как бы для тех, кто увлекается, у многих дети, я думаю, увлекаются, все-таки культура аниме, она существует, она, конечно, существует больше в больших городах, таких как Токио, но даже в маленьких городах все-таки вот это вот анимешное что-то присутствует. На мой взгляд, даже школьная форма, она очень, 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 очень откуда-то вот из этой культуры. Вот. Поэтому на это обязательно стоит смотреть, туда, в Азию обязательно есть смысл ехать, смотреть, впечатляться, наслаждаться, потому что, ну, действительно, вот у меня всегда было впечатление, что это страны, которые, ну, какие-то, это как другая планета, это на самом деле как другая планета, но это та планета, которая нам абсолютно доступна сейчас, и мы можем просто наслаждаться этим сами, и можем предлагать это нашим туристам. Я закончила. Полностью подписываюсь теми словами. Вот. Если мы говорим про уже непосредственно высадку, все прекрасное когда-нибудь заканчивается, и тут мы все поняли это, находясь уже в моменте, когда надо будет на следующий день уезжать. Мы высаживались в Икогами, и здесь интересная была ситуация. Конечно, надо сначала сказать про то, как высадка происходила. Понятное дело, накануне необходимо заполнить вот бирки, которые здесь, как примером, я сфотографировал, заполнить ваш адрес, ваше имя, приклеить все это, и непосредственно выставить до 11 часов за вашу дверь. Это все любезно забирают, довозят до станции, где будут стоять ваши, непосредственно ваш багаж. Вот у меня здесь 15-я цифра, вот здесь, допустим, 20-я. Если было бы 20-я, стоял бы здесь мой багаж. Вот. И здесь важная информация, дизембокейшн форм, инфа. Здесь непосредственно написано время вашей высадки в зависимости от вашей палубы, в зависимости от того, где расположена каюта, на четной, либо нечетной стороне. И вы ориентируетесь на это, непосредственно высаживаетесь в то время, которое прописано вам. Это все сделано для того, чтобы так или иначе регулировать вот этот огромный поток людей, чтобы не было этой очереди. Но так или иначе, вот здесь даже очередь есть, но она не была такая критичная, которая была уже в Кагасиме. Здесь как бы очередь. Довольно быстро мы двигались и прошли с этого ангара, уже вышли в Кагасиме. Когда мы вышли в Кагасиме, там как раз-таки была огромная очередь, очередь из такси. То есть порт был подготовлен к тому, чтобы можно было забрать туристов. Соответственно, то же самое, что было в Китае. Здесь было распределение очереди. Все стояли в очереди, все ждали свое такси, предназначенное вот по очередности. И, соответственно, если мы говорим про другой способ добраться, то там была возможность добраться на автобусе до станции Икагама. И здесь уже непосредственно дальше двигаться. Либо в аэропорт, либо в Токио. Вот Марина, я думаю, что расскажет, как они двигались здесь с Икагама. Ну и добавит еще дополнительную информацию. По поводу Йокагама. Да, мы улетали, поскольку мы не оставались в Токио, мы улетали сразу. То есть мы, как только прибыли в порт Икагама, мы отправились уже непосредственно в аэропорт. Аэропорт, который ближайший к порту, это, соответственно, аэропорт Ханеда. Здесь нужно понимать, что есть несколько вариантов, как добраться. Первый, самый простой, когда у тебя тяжелые чемоданы, и ты не хочешь никуда бежать и искать ЖД станцию, то здесь, конечно, самый оптимальный вариант это взять такси. Такси будет стоить порядка за машину порядка 9 тысяч иен. Поскольку мы ехали втроем, это было по 3 тысячи иен, в принципе, это было достаточно недорого. Единственный момент здесь, на который надо обратить внимание, когда лайнер прибывает в порт, в порту стоят бесплатные шаттлы, которые везут до станции, до ближайшей, откуда отходят уже электрички, которые идут в центр Токио, которые идут в аэропорты. Станция Йокогамма. Да. То есть это станция Йокогамма как раз непосредственно. Если вы собираетесь брать такси, то ехать на шаттле смысла особого нет. То есть вы просто берете такси в порту, куда вы прибыли, и уже отправляетесь. Потому что, доехав до станции Йокогаммы, вы просто увеличите свой путь обратно в сторону Ханеды. Вы отъедете чуть-чуть назад, и такси будет ехать опять через этот же порт. Вот. Если вы решите ехать все-таки на электричке, то вы доезжаете до станции Йокогаммы, достаточно близко дойти до самой станции. В принципе, как мне объяснили, поскольку мы ехали все-таки с тяжелыми чемоданами на такси, но, как мне рассказали девчонки, которые воспользовались ЖД-станции, все достаточно быстро, все достаточно просто. То есть стоят терминалы, в которых вы приобретаете билеты, собственно говоря, на прямой электричке вы доезжаете до терминала Ханеда. Стоить это будет, до терминала аэропорта Ханеда, стоить это будет порядка 500 йен. То есть это очень недорого, прям вот очень недорого. Ну, и стоит здесь добавить, что с этой же станции идут, помимо того, что это станция метро, можно с пересадками добраться до центра Токио, то здесь идут всеми популярные и известные синкансены. Это супербыстрые, мощные поезда, которые мчат очень быстро и доставят вас из одной точки в другую очень быстро. Поэтому здесь рекомендуем синкансен брать, либо забронировать заранее, если у вас есть, допустим, зарубежная карта, как делали наши турагенты, либо это все непосредственно на месте покупать. Там есть разные варианты. Можно на определенное время забронировать, можно забронировать, грубо говоря, свободное время и сесть туда, тогда, когда вам удобно. Вот. Но на определенное время, соответственно, с теми, если вы выбираете определенные какие-то места, тогда это уже вот вы букируете себе место, грубо говоря, на определенное время, И вы здесь ограничены в этом плане. Если говорить про то, как добраться из Икагамы, из порта, до Токио, если вы планируете еще оставаться в Токио, то это можно сделать как раз-таки путем. Либо первое, это, опять же, как я сказал, метро. Вот мы там жили в гостиничной цепи АПА. Это известная гостиничная цепь, трехзвездочная, но здесь уровень сервиса и уровень вообще, в принципе, предоставления каких-либо услуг очень высокий. И как бы то, что это гостиничная японская сетка, уровень это держит. Поэтому если будете задаваться вопросом, что брать в Японию, какой отель, рекомендуем АПА, рекомендуем брать в центре Гинзы. Это, опять же, торговый центр, везде добраться легко можно. И можно добавить, допустим, вот, который мы взяли с метро до прямым поездом на метро до Ханеды. Вообще супер. Вот. И развитость транспортной системы вообще в Японии и в Токио очень хорошая, поэтому здесь нет сложности, если вы выбираете общественный транспорт. А если вы выбираете, допустим, такси, мы сделали это тоже сразу. Мы просто взяли такси, потому что были очень уставшие вместе с багажом. Мы непосредственно доехали до нашего отеля. Нам попался отличный японец, который, несмотря на то, что вроде бы не знает английский, но с помощью переводчика-транслейтера в моменте он отлично реагировал и понял все, как надо, довез нас с точки А до точки Б, при этом еще показывая нам, рассказывая что-то на японском, просто показывая основные достопримечательности, там, токийская телебашня, сам центр Гинзы, допустим. Мы вот прям, нам очень хороший такси попался. И заплатили мы примерно где-то 13-14 тысяч йен. Это, опять же, если нас было трое, на каждого по 3-4 тысячи йен. Но это не слишком дорогая стоимость на такси, если на несколько человек делить это, конечно. И добраться до центра Токио так или иначе можно. А если говорим про метро, то метро здесь пользоваться тоже отлично. И можно это делать с помощью как раз-таки транспортных карт, пасма, либо САИСа, либо СУИСа, я не знаю, как правильно читается. Это можно, кстати, приобрести непосредственно в Apple Wallet. Есть возможность добавить пасма с условием того, что вы сможете положить туда деньги, если у вас есть электронная, если у вас есть зарубежная иностранная карта. Либо однодневным билетом в метро, либо проездным, опять же. Либо, опять же, наличным, что очень важно в Японии и здесь тоже. Либо карты нероссийских банков оплачивать. Выбираете определенную станцию, как отработать метро. Вы выбираете также точку А до точки Б, и вам показывают сумму. И здесь можно либо нероссийской картой оплатить, либо попробовать оплатить российской, но, опять же, не всегда срабатывает. Либо UnionPay, либо GCB. Это японская система международная, но она тоже время от времени сейчас в России уже не работает. Но, опять же, как я до этого тоже говорил, важно выключить в личном кабинете ограничения по оплате в Японии. Вот. Но сейчас просто кратко, опять же, перейдем к маршрутам, которые можно предложить как раз-таки на Белиссимо по Азии. И первый маршрут, который есть, если вы хотите, допустим, небольшой вариант круиза, просто познакомиться с этим маршрутом, либо же с этим продуктом, либо же просто добраться из Китая в Японию, можно это сделать на трехдневном, на четырехдневном круизе из Шанхая до Токио 6 сентября. Соответственно, просто добраться до Японии таким образом и пожить, допустим, в Японии. Хороший вариант. Распробовать лайнер. Распробовать лайнер, да. Здесь уже открывается также виза Японии, виза Китая. Опять же, все индивидуально, в зависимости от того, как вы летите. Поэтому здесь как бы обращайте на это внимание. Сейчас быстро отвечу на вопрос, сколько такси по времени для центра Токио. Ну, мы ехали примерно где-то минут 40. Мы ехали по быстрой дороге, и это было включено в стоимость такси. Он нас изначально таксист спросил, побыстро или помедленно. Где-то минут 40, ну, 50, вот так вот. Если мы говорим про следующий маршрут, то это Япония и Южная Корея. Тоже интересный маршрут. Начинается в Токио, заканчивается в Токио. То есть круговой маршрут с посещением как раз-таки Канжона. Это остров Чеджу, известный остров в Южной Корее. И Кагасиму. То есть здесь уже побольше ночей. И как бы вот это плюс-минус похоже на наш круиз, потому что тоже 5 ночей. Здесь единственное открывается виза Японии и электронная авторизация Южной Кореи. Это уже вот на зимний сезон. Но, опять же, есть даже дата на 27 сентября и заезд, и на 31 октября заезд. Если говорим как раз-таки про то, что говорила Марина, про маршрут, который с русскоязычной поддержкой и который как раз-таки очень интересный с точки зрения посещения Японии, здесь, посмотрите, 11 ночей и очень много портов, в том числе с заходом в Южную Корею, в Пусан. Если соотносить стоимость круиза и стоимость посещения такого количества городов Японии, то это, конечно же, если вы будете брать отдельно столько портов, столько городов Японии, то это будет стоить намного дороже. Если мы говорим про круиз, это высокий уровень сервиса, это по факту 5-звездочный отель на воде. И возможность посетить столько разных городов Японии и при этом еще Южную Корею, это, конечно, суперская цена. Поэтому здесь очень важно, что есть такая возможность, при том, что с нашей русскоязычной поддержкой, с нашим представителем на лайнере, с русскоязычными группами в экскурсиях. Вот, поэтому здесь есть эта возможность. Да, здесь я хотела бы добавить просто. Во-первых, мы знаем, что у нас, в принципе, лайнер Белиссимо, он уже давным-давно зафрахтован в Азии, и он ходит по Азии уже из года в год. Как правило, нам выдается там, то есть мы можем продавать несколько дат, которые нам выдаются на продажу, и никогда особо, то есть никогда именно в этой акватории не было русскоязычных групп. Так вот, на 2 октября это вообще беспрецедентная, скажем так, еще акция, когда в Азиатской акватории будет наш представитель на борту, будут русскоязычные группы, будут переведены экскурсии, будет меню на русском языке. И, соответственно, будет, да, то есть программы дня на русском языке, и, соответственно, еще и наш представитель, и будет чуть больше уже, по моим ощущениям, значительно больше русскоязычной публики. Вот, поэтому пока еще этот лайнер есть в продаже. По поводу цены я абсолютно согласна с Артемом, то есть здесь нужно понимать, что вы покупаете 12 дней проживания в пятизвездочном отеле с огромным количеством развлечений и для взрослых, и для детей. То есть это, ну, как бы про питание мы с вами поговорили. Мы, кстати, не проговорили с вами по поводу еще и алкогольных напитков, которые можно, с которыми сразу можно приобретать круиз, сам можно добавить уже на месте. И, в принципе, даже если вы добавляете Easy Package, самый базовый наш пакет напитков, вот честно могу сказать, алкоголя там будет достаточно для тех, кому это нужно, для тех, кому нужен алкоголь на отдыхе. Так вот, то есть вы предлагаете вашим туристам по факту пятизвездочный отель на все включено, я бы даже это назвала ультра, все включено с абсолютным огромным количеством развлечений. То есть это анимация у бассейнов, это спортивные мероприятия, это Формула-1, это каттинги, это спортивные площадки, это развлечения для детей абсолютно разного возраста, то есть как для совсем малышей, так и для тинейджеров уже. То есть это казино, собственно говоря, в России его сейчас практически не найдешь, если это официально. То есть это развлечение в течение всего дня, и ты просто не успеваешь за временем, на самом деле, то есть не успеваешь следить за днями, потому что либо ты ходишь на экскурсии, выходишь с лайнера и идешь смотреть уже новую страну, либо новый город, либо же на самом лайнере у тебя день просто наполнен событиями настолько, что ты не успел проснуться уже ночь, и вот этот вот заряд, эти впечатления, они просто остаются с тобой очень-очень надолго. То есть это уже по опыту, это уже просто по собственным ощущениям. Ну, вернемся к данному маршруту. Это действительно тот маршрут, который стоит предлагать туристам, причем он начинается в Токио и заканчивается в Токио, то есть нет вот этих вот головоломок по поводу того, как добраться до аэропорта из Йокогамы, хотя это несложно. Здесь прилетели в Токио, улетели из Токио. Как мы уже проговорили, до Токио, в принципе, самое оптимальное – лететь через Китай. Почему нет? По крайней мере, из Москвы это будет весьма удобно. То есть, в принципе, к этой цене вы добавляете перелет, и у вас готовый полноценный пакетный тур. Поэтому здесь вот пока еще есть такая возможность. Предлагайте, бронируйте, потому что, вот поверьте мне, ваши туристы будут вам благодарны, и у них будет абсолютно невероятный заряд энергии, эмоций и всего, что можно только получить от таких маршрутов. Я полностью согласен. Хотелось бы немножко вот уже идти к концу, потому что нас время поджимает здесь. Тоже быстро расскажу. Полезные приложения, которые помогли мне, и не только мне, нашим агентам также, потому что много кто спрашивал, в круизе, вообще в рекламном туре, это, конечно же, HitVPN. Это VPN, который действительно работал у меня в Китае, и можно пользоваться. Единственное, здесь надо заплатить денежку. Он стоит порядка 100 рублей. Это как бы не такие весомые деньги. Можно заплатить и пользоваться спокойно. Доступ при этом иметь. AirLaw. AirLaw. Я уже заговариваюсь. Здесь получается приложение, которое помогает купить вам симку, eSIM. Если ваш телефон поддерживает eSIM, вы можете купить ее с распространением на все Азии, на все азиатские страны, включая и Японию, и Китай, и Южную Корею. То есть, куда бы вы ни прилетели, везде будет работать eSIM, и будет доступ в интернет. Maps.me – это удобное приложение для использования офлайн-карт. То есть, начально вы скачали офлайн-карты, если у вас, допустим, нет интернета, и можно спокойно пользоваться, допустим, в том же Китае, либо в Японии. Конечно же, приложение MSG4.me без него никуда, потому что там вся важная информация есть о вашем круизе, куда сходить, что посмотреть, где покушать, на что стоит обратить внимание с точки зрения предложений, там в Duty Free, допустим. Вот. Поэтому качать обязательно важно и необходимо. Если мы говорим про другой способ не потеряться на местности, то это Google Maps, и это больше, конечно же, про Японию. Отлично работает и даже хорошо помогает в ориентировании метро. Показывает, с какой станции переходить на другую и на какой автобус садиться, допустим. И, конечно же, Google Translate. Очень удобно в общении с китайцами, потому что не все знают английский язык, и с японцами. В использовании именно голосового помощника, когда вы включаете, говорите, допустим, на русском языке, автоматически переводится на японский, и вы включаете ему голос, он говорит на японском, переводится в русский язык. Соответственно, так более-менее коммуникация могла выстроиться. Ну, а если говорить про вообще особенности, которые есть в этом круизе, на которые стоит обратить внимание, потому что, так или иначе, это отличает этот круиз от других, то вот такой просто момент, может, кто-то ответит, может, кто-то вспомнит, а желательно кто-то, кто был, пускай молчит. Как вы думаете, вот есть вечеринка white party, а в данном круизе не было white party, было red party. И почему это было, с какой точки зрения вообще это было сделано, почему именно red party, а не white party? Вот если кто-то ответит, это вообще будет суперски. Вопрос на засыпку. Соответственно, если никто не знает, то я скажу. Это связано с тем, что у китайцев, вот, все, пошли правильные ответы. Это в Японии, насколько я знаю, тоже, да, цвет траура. В Китае тоже это цвет траура, поэтому с точки зрения вот кросс-культурных особенностей, которые есть в этой акватории, MSQ учитывает это. И если вы вдруг отправитесь в круиз по азиатской акватории, пожалуйста, возьмите и белое, и красное, чтобы можно было выйти в вечеринку в красном. Вот. Соответственно, также очень важно то, что дети, детьми в этой акватории считаются граждане, которые достигли, граждане до 20 лет. То есть, если вашему ребенку 18, ему вряд ли разрешат какие-то алкогольные напитки, потому что в данном круизе взрослым человеком считается 20-летний человек. Это, опять же, особенности азиатские. Все это связано, опять же, с взрослением в Азии, потому что официально в Азии становятся совершеннолетними с 20 лет, и в Южной Корее в том числе. Поэтому здесь тоже стоит это учитывать, и в круизе это точно так же отражается. Если есть какие-то еще, Марина, особенности, если ты вспомнил что-то, можешь тоже сказать. В принципе, наверное, ты все озвучил. Если есть к нам вопросы, мы готовы еще на них ответить. Спасибо большое, Эрин. Если вопросов нет, пишите, пока есть время. Я повторюсь, презентацию вышли на почту, чтобы была информация. Если что, всегда звоните, пишите. Вы знаете, куда обращаться. А если вдруг решите бронировать, мы всегда подскажем с Мариной. Мы теперь знаем эту акваторию, и теперь вы знаете, кому можно обращаться. Спасибо. Всем хорошего дня. Тем, кто на Дальнем Востоке, всем хорошего вечера. Мы всегда на связи, всегда рады помочь. Звоните, пишите, обращайтесь. Презентацию мы обязательно скинем, чтобы у вас были и информация по маршрутам, и информация по тому, как добраться. То есть какая-то полезная информация для работы, откуда можно ее почерпнуть. Так что в ближайшее время мы скинем вам и презентацию, и запись вебинара, если к нему нужно будет обратиться. И еще раз всем спасибо. Всем до встречи. Хорошего дня, хорошего вечера. Спасибо, что присоединились к нам. До встречи в новых круизах, в новых путешествиях. Вместе в спа-группе. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok